Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от Канала Купленов Плей. А это инди-хоррор какой-то, очень сильно положительно оценённый в стиме под названием First to Fatom Iron Bark Lockout. Это, короче говоря, четвёртый эпизод этого хоррора, потому что до этого были ещё три. Но так как хоррор повествовательный, так как много разговоров текста, а не на английском, а это первый из эпизодов, вышел на русском. Возможно, прошлые тоже когда-нибудь на русском выйдут, но пока непонятно. Посмотрим, что это такое, очень хорошо его хвалят, очень хорошо всё это выглядит. Давайте разбираться, давайте посмотрим эпизод 4. Смотритель Iron Bark'a, 12 мая. Значит, смотрите. Привет! Я смотрел прохождение игры First на ютубе и заметил, что вы просили прислать вам истории. То, о чём я собираюсь рассказать, произошло, когда у неё было 24 или около того. Мне кажется немного странным рассказывать кому-либо об этом из-за причудливой природы и абсурдности всего этого. Но я чувствую, что это может помочь мне осмыслить моё воспоминание об этом. Я знал, что делиться этой историей где-либо ещё было бы глупой идеей, потому что люди сказали бы, что я лгу. Но, как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Пресса и Ники. Я Джек Нельсон. У меня была небольшая работа рейнджером в государственном парке. Я был пожарным, смотрителем в одном из самых больших лесов на северо-западе Тихого океана. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Но я не мог позволить себе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является то, что я смог купить для себя фургон с большой финансовой помощью моего отца. Этот фургон был единственным ощущением дома, который у меня был на то время. Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой из-за каких-то официальных обстоятельств. Однако для меня это не было большой проблемой, поскольку я жил вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было примерно в двух часах езды. ВСД ехать. Так, смотрите, сразу обрисуем ситуацию по Пауку, а то там начали, короче, писать в комментариях, что я его бросил, что я его забросил там из-за квестов, из-за чего-то. Нет, просто он выходил четыре дня подряд и как бы сообщение. Так, куда пришло? Ты уже проехал мимо Росбурга? Нет, а что? Короче, он будет, но у него то, он не будет выходить постоянно и подряд. Это я к этому. Вот, куда-то едем. Я жил довольно одинокой жизнью. А я же включил синхронизацию вертикальную. Где она? Это помогает успокоить муразом, держать воспоминания в УЗД. Это он про что? Я что-то пропустил, пока искал синхронизацию. Секундочку, а есть же у меня синхронизация. Я включал уже. Но я не думаю, что здесь... Да, бляха, рвет экран, смотри. Да, я знаю про принудительную вертикальную синхронизацию. Но она обычно есть в играх, и она обычно работает. Не знаю почему. Здорово, здорово. Как посигналить в ответ? Чувак взял меня. Я всегда любил отдых на природе. Так, по встречке ездить нельзя. Тем более, здесь двойна сплошная. Быть окруженным природой придавало мне радости. Вроде игру переводили... А когда я был в лесу, я чувствовал себя как дома. Вроде игру переводили шесть человек. Там сверху было справа написано. Так. А как можно читать за рулем тало? Я помню эту закусочную, когда... Да бляха, муха. У них лучшие бургеры в городе, ты должен их попробовать. Я бы вкусно поел перед новой работой. Спасибо, Кейн. Пробел встать. Про что я сейчас говорил? А, про то, что нельзя себя читать за рулем. Нельзя. Ну, увидели, я же остановился. Правда, надо было еще и съехать на обочину, чтобы никому не мешать. Включить аварийки, чтобы подавать сигнал о том, что, типа, я стою, и надо думать, что я медленно еду. Музыка... А, вот! А игру переводили шесть человек. Или пять, судя по... Так, где закусочная? Репейр, диски, аккумулятор. Так, нам не фига. Нам нужна какая-то закусочная, судя по всему. Это заправка. Что по бензину? Бензина половина. Ну, в принципе, хватит. Я увидел закусочную, о которой говорила Кайла. Окей, значит, припаркуемся. Так, это для пожарной техники стоянка, это для нас. Куда бы встать? Ай, блядь. Не сказать, что я сильно гордился своим паштением. Не сказать вообще. Так, ладно. Ай, блядь, извините. Поеду задом, короче говоря. А, так я ж... Ой, блядь. Короче. Припарковался, нормально. Как выйти? Я что, виноват, что у них... Я что, виноват, что у них места для трейлеров нет? А как включить меню настройки И, П, Ку, нет? Ну, хорошо. Лебать, как он классно причмокивает. Давайте, пока он причмокивает бургером. И перед тем, как мы пойдем сами за таким же вкусным и сочным бургером, мы посмотрим рекламу. В этой интеграции я не просто расскажу про полезную фичу, но и поделюсь с вами кое-чем личным. Все мы любим музыку, но среди миллионов треков находить те самые не всегда просто. На помощь в таких вопросах приходит ВК-музыка. У ребят появилась уникальная фича — сниппеты, которая позволяет находить новую музыку и собирать плейлисты за считанные минуты. Сниппеты — это самые мощные отрывки треков. Вы просто листаете их и одним нажатием добавляете трек к себе, если сниппет понравился. Я уже собрал свой плейлист ВК-музыки, используя новую фичу. Думаю, вы давно хотели узнать, какую музыку я слушаю, поэтому делюсь плейлистом с вами. Скачивайте приложение ВК-музыка, листайте сниппеты и слушайте мой плейлист. А мы продолжаем. Вот, видите? Музыка, она дает энергии. Она придает радости. Она позволяет сгрустнуть. И она вообще... Скачать сейчас музыку стало довольно сложно. Реально, музыки полно. Не сказать, что вся прям музыка хорошая. Да и можно и хуже сказать. Поэтому это может, вот, помочь вам, поможет для того, чтобы в музыке в этой побольше немножечко... Ну, вы поняли. Вот, ну, вы поняли. Пойдемте жрать. Кстати, музыка вся в игре написана... Здравствуйте. Добро пожаловать в закусочную Твин Ривера. Как у вас дела сегодня? Ну, хорошо. А у вас? Располагайтесь в своем месте, я скоро подойду. Хорошо, спасибо. Так, не хочу я около входа сидеть. Там постоянно кто-то ходит. Так, а это туалет, да? Да, это туалет. Около туалета тоже сидеть не очень. Сяду тогда вот в самый край. Как раз буду смотреть на... Нет, я хочу смотреть на вход. Бляха, я не хочу сидеть около туалета. Блин. Да иди, твою мать, а куда же сесть-то тогда? Самое лучшее место вот у этого мужика. У этого плохое. Это слишком... Надо отсюда будет в спину дуть. Здесь около туалета. Ну, давайте, ладно. Сяду вот сюда, допустим. Чтобы смотреть вход и закусочную. Добрый вечер, я Барбара. Готовы сделать заказ? Да, готов. Итак, что же у нас... Так, чизбургер, картошку фри, сэндвич с жареным сыром и луковыми кольцами, фрикадельковый сэндвич и куриные наггетсы. Ну, давайте чизбургер, наверное, и картошку фри. Так, наши бургеры лучше на западе. Будете что-нибудь пить? Да, большую колу давайте. Прекрасно, что-нибудь еще? Нет, это все. Отлично, я принесу вас заказ, как только он будет готов. Зовите меня, если вам нужно будет что-нибудь еще. Окей, спасибо. У меня всегда была привычка ходить в туалет перед тем, как есть. Да, пойдемте сходим. Значит, неплохо занял впереди. Так, запереться можно здесь, нет? Ой, в смысле? Я могу этим управлять. Ладно. Так, руки помыть. Руки помыть, потому что мало ли что, там какая-то грязюка-писюка. Так, посушить. Ну и в принципе все, можно спокойно идти жрать. А что такое сейчас было написано? У меня был кодировщик перегружен, серьезно. Если здесь были какие-то проблемы, я не виноват. Так, закричь, что-то не воняло. Так, иди, сижу тут. Музыка написана была в игре вся копирайт-фри. А значит, можно спокойно ее слушать. Можно спокойно ей наслаждаться. И можно, так сказать, музыка. Вот видишь, опять музыка. Опять музыка. Так, вот мой заказ несут. Ну смотри, по-моему, такой же бургер, как у мужика на стоянке. Значит, будет вкусно. Будем притмокивать, затрещики засунуть. Спасибо. Консуминг. Консуминг это что значит? А, меня опять перебили по поводу переводчиков. Вроде шесть человек или пять ее переводили, а фразы какие-то не очень логичные. Так, я осознал, что пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу отведать такую еду. Значит, давайте жрать по полной. Значит, давайте... А почему, в смысле, подожди, а как мне отвлечься и попить немножечко, смочить рот? А соусы? Так, два сообщения. Так ты в итоге поехал? Как оно? Да, я здесь. Я еще ем, но очень вкусно. А соус-то нельзя есть? Блядь, даже картошку в них не макну. Ну, обычно, когда ты берешь картошку фри, там бургеры и соусы, ты кусаешь бургер, макаешь картошку в соус, ешь это, все запиваешь. А он как-то все это отдельно делает. Не знаю, может кто-нибудь вот есть совершенно так же, но тогда зачем я сделал такую большую колу? Не понимаю. Говорил же. А эта еда напомнила мне... Тебе нужно прислать мне рецепт запеканки, о котором... Вам понравилась еда? Да, было отлично. Вам нужно что-нибудь еще мне принести счет? Давайте счет. Хорошо, вернусь с минуты на минуту. Может быть, у меня будет шанс погрузиться в искусство кухни на новой смотровой. Вау, да! Я еду домой, отправлю позже. Окей, отправь позже. А что не стирается сообщение-то у меня? Блин, как быстро принесли счет. Обычно счет приходится ждать до ванн-доллара. Так, вот ваш счет, все вместе 6 долларов. Давайте ей 15... В Америке, кстати говоря, в отличие от нас, у них зарплата у официантов очень маленькая. И поэт... Или там чуть ли ее вообще нет. И поэтому основной их доход это чаевые. Это в отличие от наших официантов, у которых есть зарплата. Наши официанты тоже чаевые много получают. Но в Америке, откуда все это и пошло, принято давать чаевые, потому что этот человек, по сути, на них живет. Ладно, 15% дам. 15%... А 6 долларов это сколько? Надеюсь, вы насладитесь оставшейся поездкой. Спасибо. Все? Так, ну, если бургер был свежий, картошка неплохая, то, наверное, в туалет я не... Ёпта, ты, Сирик, где ты? Слышишь ты? А ты где? Не понял. Хотел сказать, ты что, дверь не закрыла? А его там нет. Когда он успел уйти. До свидания. Спасибо. Было вкусно. Я поехал. Хорошо, что я не встал. А как я... Блядь, а как я теперь развернусь? Подожди, тут мужик жрет. В него я въехать не могу. То есть мне вокруг парковки разворачиваются? Блядь, а сжечь бензин, что-то не особо охота. Поехали, окей. Поехали. Значит, развернемся вокруг парковки. Я-то сначала подумал, что машина такая неповоротливая. Оказалось, что она... Она большая. Короче, я не помню, это попало в видео или нет. Вначале было написано, что игра рассчитана, например, на 2 часа. То есть, если она будет интересной, как ее хвалят, то вполне вероятно, за серией 3 мы ее пройдем. Почему нет? Мы никуда не торопимся. Нас ничего не сдерживает. Просто спокойно идти вперед, наслаждаться ужасами. Судя по всему, это реальная история, рассказанная кем-то. Точно не знаю. Так, 8 вечера. На самом деле, я бы, наверное, работать в таком месте не смог. Это некомф... Ебать, елка, тусить. Это некомфортно. Я хочу указать местоположение этого парка. Это некомфортно, это страшно. Это одиночество. Но я не хочу, чтобы кто-то искал ужаса, который я видел в этом лесу. А, это в смысле, нам человек говорит, который прислал историю. Так, а вот и он, судя по всему, да? Или нет? Сначала я проехал мимо нужной тропы. Сначала я проехал мимо нужной тропы. Хорошо. А где нужная тропа? А, вот сюда, типа. Хорошо, поехали. Что-то какая-то страшная музыка на фоне начинает играть. Блядь, он такой неповоротливый. Обосраться, прости. Я никогда не думал, что у больших машин так сложно с поворотами. Я загнал свой фургон на пешеходную тропу. Это каждый мой косяк игра продумала, да? Хе-хе-хе-хе. Как я загоняю на пешеходную тропу, как я проезжаю мимо. Хорошо, ладно, поехали здесь. Так подожди, а здесь же нет дороги. Или мне здесь остановиться и идти пешком? Давайте попробуем так. Нормально все? Свет-то, кстати, надо бы выключить. Этот аккумулятор-то ведь сядет. Мне здесь работать или что? Судя по всему, наверное, да. Тут уже кто-то пропал, а мы, блядь, сюда приехали работать. Серьезно? Ты что, дурак, что ли? Ты придурок, что ли, чего, бля? Ты вообще, что ли, ты дурак? О, бля. Ёлки-палки, ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Это ты напугал меня, дебил? Вообще, что ли, ты нормальный, нет? Голова закружилась. Вот бывает иногда, знаешь, когда сильно испугаешься, начинает кружиться голова. Вот серьезно. Да благословит нас Бог. Ага, чтобы мы выжили после встречи друг с другом. Могу ли я взглянуть на ваше разрешение, пожалуйста? Но ты ведь Билли, верно? Я новый смотритель. Меня перевели сюда, а мне было велен доложить сюда. Я новый смотритель. Это правда? Я не знал, что мы принимаем на работу в этом сезоне. Подожди, дай мне это проверить. Ну, видишь, перевод какой-то не особо сильный. Типа, подожди. Подожди, я проверю там или как-то. Или, может быть, они переводили просто текст без... Да ты что так резко... Ладно, приятель, можешь идти. Ты работаешь на пожарной вышке номер 11. Я приношу извинения за путаницу. У меня сложилось впечатление, что вышка останется без персонала на весь сезон. Но вот твои ключи. Бляха, я пересрал. Позволь мне открыть для тебя ворота на тропу. Так, от Недбрюшка у меня сойдешь, да? Окей. Придурошный, блядь. Взял меня и испугал. Так я еще и не здесь работаю. Я еще и дальше работаю. Серьезно? А есть какой-то фонарик у меня? Поскольку ты приехал так поздно, тебе может понадобиться этот фонарик для долгой прогулки к вышке. Я как раз думал, что он мне понадобится. Будь осторожен, возьми. Окей. Добро пожаловать в Айронбарк, приятель. И еще, когда ты доберешься до своей вышки, не забудь сделать отчет о погоде в твоей системе. Так мы будем знать, что ты добрался и что с тобой все в порядке. Если понадобится, ты можешь связаться с вышкой номер 12 во время работы. Он хороший парень. Он будет твоим ближайшим контактом в случае необходимости. Спасибо, Билли. F использовать. Что? Эй. Небольшой совет. Не уходи дальше, чем на полмили или около того к северу от своей вышки. Почему? Опасные леса в той стране, приятель. Рысь и медведи. Плохие дела. Ну окей. Я думал, он пытался меня напугать, но он выглядел очень серьезно. Что-то от фонаря толку так себе на самом деле. Блядь, и ведь кто-то работает вот на таких местах. Я забыл свою сумку в фургоне. Блядь. Типа кто-то работает в таких местах. О чем смотрим бегать? А, может. Это, знаешь, это вот типа пожарные вышки какие-то. Например, осмотритель маяка. Какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь работа вахты в одного человека. Хотя, мне кажется, вахты вряд ли в одного работают. Ну, не считая, если таких таких рабочих, работников. Так, сумка. Окей. Вахтовая обычно работа, она же подразумевает какую-то бригаду. Ну, мне кажется, не знаю, это, конечно, невыгодно тому, кто это все дело финансирует, чтобы на вышке было больше одного человека. Но, бляха, подумать, каково это одному человеку там работать, это жесть, конечно. Хотя, с другой стороны, это мы с тобой постоянно смотрим хорроры, постоянно какие-то призраки, блядь, хуизраки и прочая вот эта ересь. Они-то, наверное, вряд ли особо во все это верят. Не знаю, мне бы было страшно, вот серьезно так скажу. Я бы прям... Я, блядь, обилие-то увидел, что не обосрался. Прикинь, там в кустах кто-нибудь будет шурудить. Так, ночь первая. Это была очень длинная прогулка и уже холодало. Так, вышка 11. Хорошо. Я, типа, работаю в домике, но при этом буду обязан лазить на вышку, чтобы смотреть пожары. А разве пожары сейчас не отслеживаются уже какими-нибудь системами, там, снимками со спутника, из космоса? Нет? Так, здесь нужен какой-то пароль. Мне кажется, для отслеживания пожаров, наверное, надо вешать какие-то камеры в лесу. Или реально какие-то быстрые снимки. Ну, типа, знаешь, не все же леса горят. Есть же определенная... определенная опасная... зона повышенной опасности. Так, вышка 11. Как понять, блядь, 11 тысяч футов? Или, в смысле, это ее высота? А, блядь! Ха-ха-ха! Вышка 11, 170. Я думал, 11 тысяч, окей. Лэйси трейл 3,5 практически мили. Так вот, жить в пожарной вышке не самая легкая работа. Кто бы сомневался. Я про это уже толдычу. Просто представьте, быть здесь совсем одному, неделями, это работа не для каждого. Но у меня всегда была любовь к природе. Так, утилити, это что-то типа сарая. Как понять? А, в вышке он наверху живет, в вышке? Так, генератор, биотуалет. Я думал, он будет жить в домике. А с другой стороны, какой смысл ему жить в домике, если нужно постоянно следить за какими-то очагами пожара? Я забрался по лестнице на вершину вышки. Перевод такой, на самом деле, хоть сам его переделаю. Так, а вон соседняя вышка, получается. Вышка 12. Так это нелогично. А где тогда вышка 10? Как только ты на вышке, твоя работа, это наблюдать за пожарами или чем-то необычно? Мне кажется, все вышки, наверное, должны быть в зоне видимости друг к другу, чтобы передавать сигнал, если что. Так, вот моя вышка. Хорошо. Кабинка была заполнена ароматом дерева, давая мне чувство комфорта. Так, это бензин для генератора, огромные спички. Наконец-то я в своем новом доме на следующие несколько месяцев. Так, используют что? Фонарь? А сумку куда бросить? Так, у него здесь есть кухня, у него есть карта, у него есть компьютер, кровать. Ну, в принципе, довольно уютненько. Давайте бросим... Я не знаю, куда ее бросить. Ну, вот сюда пока брошу. Пусть пока тут стоит. Так, мне нужно сделать отчет. Я забыл включить генератор. Ну, естественно. Так, мне нужен бензин. Конечно. Сразу возьму, а то... Ага, это не работает. Вышка чисто на генераторе. С другой стороны, на чем еще? Вот только прикол в том, что генераторы не могут работать бесперебойно. У генератора есть без... Как, не срок службы, а время работы без остановки. И оно, как бы, довольно сильно ограничено. Так, генератор я завел. Давай ты еще в лесу сейчас бензин будешь разливать. Ага. Пойдем посмотрим, что у нас тут. И везде загорелся свет. Ну, такое себе решение, на самом деле. Так, тут у нас дрова для печки. Еще одна канистра. Спички. Бинокль, кстати говоря. Мои руки заняты. Ну, по идее, можно фонарь-то уже, наверное, выбросить. У нас светло. А. Окей, пойдем, я выброшу канистру пока. А зачем мне это делать? Давайте я ставлю канистру здесь. Пригодится, как в любом случае, она для генератора. А для чего еще она может быть? Так, нет, пойдем возьмем бинокль. Я думаю, что игра на каждый наш с тобой пердеж придумала фразу. Но я подразумеваю, что бинокль нужно взять сразу, чтобы смотреть с вышки-то куда-нибудь. Так, взять бинокль. Есть. ПКМ удерживает смотреть. Ага, наматывается. Хорошо. Так, свет-то надо выключить. А он не выключается почему-то. Ебать за синий нюх. Мы так, по идее, можем посмотреть в соседнюю вышку. Вряд ли, конечно, мы что-нибудь увидим. Так, а мы работать-то будем только по ночам. Это же хоррор, правильно? Ой, блядь. Закрыл себя на улице. Так, нет, подожди секундочку. Я пойду посмотрю. Так, включил свет. Хорошо. Ну, бинокль, на самом деле... Ой, блядь. Такой себе, конечно. В него можно что-то посмотреть, но не особо. Так, и что теперь? Значит, это выключить, бросить бинокль сюда. Фонарик тоже сюда. Давайте делать отчет. Так, Rainbow Redos CPX. Initialization Starlink Rainbow 98. Пароль. User Tiver 11. Пароль. Tiver 11? Нет. Радиооборудование лежало на деревьевном столе. Оно было моим главным источником коммуникации. Так, радиооборудование на столе. Так, Iron Bark Fire Department. Tower Number. А, вот. System Password is Iron Bark Tower Number. Iron Bark в скобках 11, что ли? Iron Bark 11. Ага. Ну, такая себе, конечно, защита. Ты можешь, по идее, зайти под любым пользователем в любую систему. Так, Rainbow OS. Я надежный виртуальный помощник, который поможет вам сегодня максимально эффективно использовать возможности вашего компьютера. Спасибо. А можно это как-то промотать? Нашли горшки с медом в древнем египетских гробницах, которым более трех тысяч лет и которые до сих пор вполне съедобны. Интересный факт, да? А, каньон в Соединенных Штатах не только захватывает дух, но и невероятно стар. По оценкам, ему около шести миллионов лет. Окей, это интересно. Так, мне нужно сделать что? Сервис-репортинг. Вот. Дата 6 ноября 2022. А, или-то... Помехи. Помехи. Новенький, я не знаю твоего имени, а как тебя зовут? Я Джек. Я увидел, что ты включил свет. Должен сказать, что я рад, что вышка номер один снова жива. Ты за мной наблюдал? Ну, это моя работа? Мне пришлось присматривать за твоей территорией, пока ты не приедешь. Я Коннор, пожарная вышка номер 12. В любом случае, что привело тебя в этот трейский уголок? Меня перевели сюда, где вариант этого ответа. Просто ищу изменений. Меня перевели сюда из Айрон Хорса. Опытный товарищ, значит. Теперь я понимаю, почему Митч выбрал тебя. Бля, я очень устал, короче. У тебя огонь разведен? Нет. Сожги его. Температура вот-вот упадет. Ты ведь не хочешь сидеть и дрожать во время шторма? Понял, спасибо. Понял, спасибо. Так, давайте сначала сделаем... А какой у нас... Подожди, как мы можем сделать отчет, когда мы их не знаем? Я не вижу дыма. Ты уже поджег? Печка должна быть у входа. Зажги ее. Да я понял, блядь, я к ней... Что такое? Здесь нет дров. Дров нет. В хижне должно быть полно дров. Марли только это и делала. Марли? Сотрудник, который был смотрителем до тебя. Она была суровой женщиной. В любом случае, тебе лучше разжечь огонь, так ты в комфорте переждешь шторм. Бензин должен быть в твоей хижине, но если его нет, то ты всегда можешь взять припасы из складской хижины. Блядь, зачем я унес бензин? Я думал, он для генератора. Ладно, окей. Пошли ужасы. Ужасы попыток предугадывания сюжета и таскания всего лишнего непонятно куда. Так, окей, бензин. У меня в руки, надеюсь, влезет сразу дрова? Не влезет, да? Хорошо. Хорошо, отнесем наверх. Ну, мне кажется, это довольно палевно, типа, знаешь, увидеть из соседней вышки, которые буквально вот прям рукой дотянутся. Увидеть, что загорелся свет, ну и понять, что там тут работает, это же логично. Так, бросить из-за дрова. Блядь, таскать дрова, это какой этаж, что у нас получается? Это тяжело будет. Какой это этаж? Считай. Раз. Ну, допустим, вот. Раз. Два. Ну, где-то второй, третий этаж. Блядь, второй, третий этаж с охапкой дров. Дров, это не очень хорошо. То есть, у меня в левой руке может быть только фонарик, да? А в правой все остальное. Генератор, кстати, не настоящий. Настоящий генератор хуярит, как черт его слышно, блядь, с соседней вышки должно быть. А это какой-то бесшумный. Странный, на самом деле, генератор. Так. Ага. 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 И это что наделал-то? Блядь, сейчас спалю вышку, нахуй. Подожди, может быть, дрова надо было сначала этого-ть, как его? Полить бензином? Нет. Хоть пойми, куда я наливаю. Ага, окей, загорелась. Хорошо. Спички дадут с бензином. Ага, вижу, вижу дым. Приятно видеть 11-ю вышку снова живой. Ты уже отметился на ночь? Нет, еще не отметился. Так, это очень опасно здесь хранить. Вот сюда вот их положим. Так, а что там отметить? Где мои, эти, как его, приборы для... Да что ты заебал? Отстань от меня. Ты уже отметился на ночь? Нет, сейчас я этим займусь. Отстань. Давай побыстрее. Сдей Варенбарк, ты обязан сообщать об этом каждый вечер, прежде чем уйти. Ты же не хочешь разочаровать Митча в твою первую ночь? Не хочу. Скорость ветра, погода, number of Hickey's Assist. Что такое Hickey's Assist? А как мне посмотреть эту температуру? Подожди. Консоль, Arvan Travel Map. Так, это карта. Да отстань. Где-то здесь должны быть какие-то приборы, которые показывают мне, сколько температура за бортом, за окном. И какой ветер. Так, это радио, компас, бинокль. Кноц. Так, а мне что нужно было? Нет, хикерсы какие-то нужны. Так, это к само работает или что? Так, это скорость ветра, 19 кнотов, да? Допустим. Скорость ветра, 19 кнотов. Запомнили. Запомнили, записали. 19. А как посмотреть температуру? Где здесь может быть градусник? Там, кстати, подожди. А-а-а! Может быть, это был не пароль, а градусник. Ну, там тоже было 19, по-моему. Блядь, фонарик надо было взять. Вот здесь вот где-то недалеко какая-то хуйня стояла. Вот. Может быть, это метеовышка какая-то? Ну, там тоже, по-моему, было 19 написано. Просто было бы неплохо повесить термометр снаружи вышки и не париться. А-а-а! Хуя! Так, ну тут 19, да, тоже. 19, 19. Непонятно. А может быть, я просто какой-то левый отчет сделаю, да и все? Кто это будет проверять? Или, может быть, у него спросить, температура же везде плюс-минус одинаковая? Позвоните. Почему нельзя, кстати, позвонить и спросить у него, как правильно определить температуру? Может быть, кстати, в сарае что-то есть? Блин, игра мне нравится. А, тут сарай такая же хуйня. А это что такое? Так, это компас. Это нам не надо. Это компас. Спички. Так, это что-то бирспр. Какой-нибудь медвежий спрей. Возможно, типа, отпугивать медведей. Канистра. Какой-то кислород. Это вот что за хуйня вообще непонятно. Понятно, сейчас напишу рандомные градусы, да и все. Типа, а как я должен разобраться в том, что я должен писать, если меня, во-первых, ничему не обучили, а во-вторых, если я сам пытаюсь что-то догадаться, то оно не работает, как я догадываюсь. Так, ну-ка фонарик, нахуй. Может, все-таки есть какой-то термометр здесь? Ой, это все ставни, это все открывается. Ну, я думаю, надо что-то открывать такая-си затея. Это что, газовый счетчик? Вот эта хуйня похожа на газовый счетчик. То, что трубы прям идут. Ну, либо счетчик воды. А схуя ли вообще я должен за что-то платить? Типа, все же должно было быть включено, нет? А это что такое? Так, ладно, окей, допустим, фонарик пока вниз. А, вот температура-то, ебаный рот. Так и не видно ничего. Температура. Так, Цельсий или Фаренгейты? 50 Фаренгейтов или 10 по Цельсию. А тут в чем надо отмечать? 50. Облачно. На улице не облачно, кстати. А, нет, облачно, облачно, окей. Так, облачно, а что такое? Number of Hickers. Ну-ка я переведу сейчас в этом. В переводчике. Так, number. Ну, number это число. Какое это число нам нужно? Number of Hickers. Hickers. А, количество туристов прихождено, найдено. Assisted. Количество туристов, которым была оказана помощь. Все окей, ноль. Я никому ничего не оказывал. Значит... Ой, блядь. Значит, ноль. Допустим. Reported by... Как меня зовут? А как его зовут? Может быть, в сумке у него документы какие-то есть? Зажди, а как меня зовут? А, Tower 11, может быть. Давай, окей. Reported by 11. Нет, не пишет так. Бля, как его зовут? В смсках посмотрю. А в смсках я хуй посмотрю. Блядь, ноу сервис, здесь сигнал не ловит. А, Reported by... Дима, ладно. Reported by Dima. Пойдет так. В смысле, я ж 50 писал. Что-то выглядело не так. Что, блядь, выглядело не так? Reported by me. Бля, хорош. В смысле, как меня зовут? Где мои документы? From Work. Может быть, Tower 11 написать, серьезно? Tower 11. Tower 11, блядь, я не знаю. А что выглядело не так-то? А что? Я не знаю. Температура 50 фр... А, это внутри. Подожди, температура 50, это внутри. Там же 50? Уебу сейчас. Уебу сейчас. Ну, 48 там, я не знаю. Здесь, сколько, 5 лет, 52, 42, 44, 46, да, 50. Ну, я напишу 48, ладно, окей. Температура 48. Как его зовут? А как его зовут, реально? У тебя есть документы какие-нибудь? Надо еще отместиться за ночь. Бля, дверь-то закрой. Меня зовут в... Блядь, сейчас посмотрю. А как его зовут, реально? А, во. Джек Нельсон. Окей. Так, Джек Нельсон. Что не так? Я не помогал сегодня туристам. Пусть будет 50, еще раз. Что-то выглядело не так. Может быть, в погоде что-то не так? Ну, пусть будет туман. Ладно, пусть будет 48. Ну, на улице облачно, ебаный. Дождя не было. Горячей температуры не было. Холодно. А, он про шторм говорил. Ну, я тогда не знаю, что не так-то. Фэйта Фаренгейты. Вайнспид 19 кнотов. Туристам я не помогал. Зовут Джек Нельсон. Жаск Нельсон. Ну. Жаск Нельсон. Давай я полностью сотру, еще раз напишу. Жаск Нельсон. Сон. А что не так-то? Я же не знаю, блядь. Пойдем к ноте еще раз померяем. А термометры я не могу взять с собой. А-а-а! 46,7! Едит твою мать! 40, блядь, 46,7. Как поставить? 46, допустим. Пусть будет 46. Хе-хе-хе. А как поставить точку? О, 46,7. Как-то поставилось. Я не был уверен, что вставил правильные данные о погоде. Клир. Окей. Так. Как слышно, новичок? Вышка номер 11 слышно хорошо. Думаю, на сегодня я буду заканчивать. Вышка номер 12 отключается. Спокойной ночи, новичок. Да какой я, блядь, новичок? Я из другого округа прибыл. Новичок, новичок. И не давай клопам себя кусать. Ну, спокойной ночи, Коннор. Завтра поговорим. Все, можно поспать. Так, выключаю свет и спать, правильно? Блядь, бензин, конечно, тут опасно. Очень опасно. А как помпик выключить? Чтобы он энергию не жрал. Так, репорт окей. Рейнбоу Уэс. Эмплой тренинг, чё? Добро пожаловать в Ironbank State Park. Если вы смотрите это видео, то я буду первым сказать, поздравляю. Если вы смотрите это видео, поздравляю. Вы были комиссионены от Ironbark Fire Department для защиты одного из самых престижных парков в Вашингтоне. Один из самых престижных парков Вашингтона. Так, самый безопасный парк, считай, сертификат у них есть. Лучшие из твоих способностей. Тебе нужно наблюдать за пожарами. Много часов тяжелой работы. Так, следи за огнем. По огонь, дом, дым, дым выбить вот так. Записывай дневную температуру. Всегда смотри температуру, когда записываешь температуру. Блин. Короче, все изменения нужно. Мы ненавидим чё-то каких-то костюмов. Записывай дневной ветер. Ветер — это большой фактор. Используй анимометр. Это мы уже поняли. После сборки данных заполняй отчет. NASA использует такой отчет, полностью он это, полностью все охватывает. Не у каждого получается в первого раза. Незарегистрированные палатки, собственно. Они разводят огонь. Предупреждай их или чё-то там выгоняй, наверное. Не спеши, звони 9-1-1. Так, значит, основные правила — держать в чистоте. А теперь ты готов к работе. Почти. Надеюсь, у тебя будет потрясающий сезон на этой вышке. Если ты видишь дым, не шути. Позвони авторитетным этим и уведоми о них, о том, что вся хуйня. Окей. Заверши просмотр служебного видео рабочего. Так, фолдер, диск, фолдер. А как выключить компьютер-то? Консоль. Давай напишем help. Так, значит, проверить доступные обновления системы, проверить текущую версию, установить системный апдейт. Так, ну давай, чек. Чек. УПД. Так, недоступно. Тогда exit, окей. Хорошо. А как выключить компьютер-то? Бинута, корзина, флеш-драйв, плент-овервью. И мы вернемся. Как ты чувствуешь о том, что ты в плане? Ты это по поводу посадки растений? Fascinating. что ты делаешь для жизни? Ага. Что-то с ним странное случилось, он начал ругаться. Окей. Так, Роха-Рос. Я понял. Это художник, который рисует картины. Он, по-моему, уже умер. А вот постоянно стримы с ним везде показываются. Он начинает с какого-то просто мазка ебаного, а потом вьюх, и целая картина. Причем так быстро. Вопрос его зовут. Так, окей. Коты. Коты 4 на 3, естественно. Старые, с этих, с телефоном таких, с кнопочных еще запись была. Редактор субтитров А.Семкин ard Дичь какая-то полная. Я думал, это просто смешнявки про котов, а это какой-то артхаус непонятный. Окей Так, а что такое Plug.exe? Это игра какая-то? Бля, в натуре игра Ха-ха-ха Такая игра уже была в какой-то игре в другой Это может от того же разработчика Подожди, а я же Я же не играл Я же не играл В предыдущие части Этой игры Я что-то это глупо помню как будто Да ладно, не попал, серьезно Здесь просто нужно очки набирать Ай, ты не попал, прикинь Ну чувствительность не моя, сразу видно О, сейчас попал Вот сейчас не попал Вот сейчас попал Нужно просто очки набирать Слышишь звук нажатия кнопок Ее-е-е-е Типа можно пройти или что? 2б Это должно было взорваться по идее Не попал Или загрызут что-то В чем смысл этой игры? Просто бегать и стрелять? Гибать, вот там орет сзади Третий этаж? Нет Но я уже заблудился Всего 3 этажа Зомбарей очень мало Бля, как много тут переходов всяких Ну окей, ладно Игрушка неинтересная А как выключить компьютер Я так и не понял Он просто будет светить всю ночь Я понял, спасибо тебе Спасибо тебе, говорящая голова Так я спать Ну первая 3.26 Ночью Я думал, что первая ночь пройдет нормально Так, что-то там неразборчиво Блин, окей Давайте мы это неразборчиво Оставим на следующую серию Мне в принципе игра понравилась Она такая необычная Вот Ссылка на плейс В описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик Телеграм Комментируйте Ставьте лайки Не забудьте про колокольчик Ставьте там все уведомления И всем приветствую все ребятушки Всем пока Раньше здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok